Привет, друзья! Вы смотрите Киберпоп Плюс, и сегодня у нас в гостях Наталья Станиславовна Скоротовская. Здравствуйте! Здравствуйте! Вы у нас на канале самый частый гость из всех, которых у меня были. Причем все предыдущие разы мы с вами встречались оффлайн. То есть онлайн, да. То есть по скайпу, по скайпу, да. А вот сейчас, в разгар пандемии, преодолевая все страхи и тревоги, мы с вами встречаемся оффлайн. Вы не находите это интересным? Интересно. У меня-то нет никаких страхов и тревог, потому что я уже переболела коронавирусом. Как вы себя чувствуете? Уже нормально, спасибо. Уже нормально? Не очень сложности? Нет, слава богу, да. К осени уже это все научились как-то лечить. Ну и слава богу. У нас сегодня тема такая, довольно сложная для многих людей. Это хульные помыслы. Часто это так называют, но на языке психологии это называется обсессивно-компульсивное расстройство. И хотелось бы поговорить о том, что это такое, от чего это происходит и что с этим совсем делать. Как это можно преодолеть? Я знаю, что святые отцы в древности говорили про такие вещи, что у людей-подвижников часто возникали. Это да, и совершенно правильные вещи, к слову сказать, говорили. И говорили совершенно правильные вещи. Рекомендовали игнорировать, не обращать внимания, как-то не придавать значения. Да, это все очень правильно. Но с тех пор прошло много-много-много времени. У нас наука психология развилась. И вот это явление как-то научились и диагностировать, и поняли причины, и научились как-то это преодолевать. Что вы скажете по этому поводу? Давайте вот с чего начнем. Я в своей священнической деятельности столкнулся с вот этими проявлениями этого всего. Сразу же, как только меня руку положили ко мне, через буквально месяц, пришла молодая девушка и жаловалась на то, что ее одолевают эти ужасные мысли. Прямо про Господа Иисуса Христа, про Богородицу, про всех святых, про ангелов, в общем, про все. И у правы на это никакой не было. Молитва не помогала, пост не помогал. Пока я не помогала, причастность не помогала, ничего не помогала. Вы с этим часто сталкиваетесь? Ну, не сказать, чтобы очень часто, но регулярно, поскольку я много работаю именно с православными. Но сталкиваюсь с другими проявлениями обсессивно-компульсивного расстройства. То есть в религиозном контексте она проявляется не только в хульных помыслах. То есть это может быть, например, навязчивая тревога. Вот помнится, было такое скандальное видео отца Андрея Ткачева, где он там, в частности, упоминал женщин, которые исповедуются, потом идет причащаться, какой-нибудь Грег вспомнил, опять идет исповедоваться. Ну и так, в общем, мечется между чашей и аналоем, в общем, причаститься никак не может. Вот он это очень осуждал. А это тоже, между прочим, проявление обсессивно-компульсивного расстройства. И за всем этим стоит, по большому счету, тревога. Ну, насчет того, что психология, а в данном случае даже, можно сказать, психиатрия, потому что оно обсессивно-компульсивное расстройство, это психическое расстройство. Оно обратимое, оно лечится, это не приговор. Но, вот насчет того, что причины известны, причины могут быть очень разные вообще-то. Могут быть биологические, то есть мозговая дисфункция, нарушение работы вегетативной нейронной системы, сбой обмена нейромедиаторов, преимущественно серотонина, поэтому, в общем, часто лечат, если медикаментозно, то антидепрессантами. Хотя это, в общем-то, явно не депрессия, но, в общем, какие-то механизмы совпадают. Бывают психологические причины. Это травматический опыт. Ну, в частности, это часто бывает связано с травмой развития, когда ребенок растет в такой невротизирующей среде, когда его научили бояться, или научили подавлять, или научили, что бывают плохие чувства, которые нельзя чувствовать. Запрещенные. Запрещенные, табуированные, да. И тревога, плюс напряжение, плюс часто вытесненная агрессия, которую тоже нельзя показывать, но которая ищет выхода, проявляют все таким образом. Развивается обсессивно-компульсивное расстройство. Что такое, по большому счету, обсессивно-компульсивное расстройство? То есть обсессия – это навязчивые мысли, а компульсия – это навязчивые действия. И эти навязчивые мысли, действительно, это то, что с человеком происходит, не то, что он там думает сам. То есть они всегда осознаются как нечто чуждое, приходящее в голову, неизвестно откуда. Это от бесов, говорят. Ну, если мы говорим, да, в духовном контексте, возможно, да, и такая интерпретация. Но я считаю, одно другого не исключает, потому что какой бы ни был источник, то есть психология не занимается источником мысли. То есть что это – сбой когнитивных процессов или бесовское внушение. Ну, здесь мне вспоминается вообще, что святые отцы говорили про одержимость. Когда они говорили про одержимость, например, они не всегда имели в виду одержимость непосредственно бесом. И когда говорили, что человек одержим, например, бесом луда, это совсем не значило, что там реальный бес. Это может быть просто страсть. Они называли страсти тоже одержимостью. И к слову сказать, да, аскетика о формировании греховных страстей говорит, ну, по большому счету, то же самое, что мы в психологии говорим. О тех же навязчивостях, потому что с чего начинается страсть? С прелога. Что такое прелоги? Это вот как раз некие чуждые мысли, которые неизвестно откуда появляются в голове. Если человек начинает думать, это уже помысел, с которым как справляться? Ну, для начала его осознать, а потом исповедовать, то есть проговорить. Ну, примерно то же самое предлагает, например, когнитивно-поведенческая психология. Давайте мы чуть-чуть назад отойдем. Ведь это же не сразу раз, откуда-то взялось и началось. Это же постепенно развивается. Есть какие-то там стадии, как это формируется, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Вот как это происходит? Знаете, бывает по-разному. Бывает, что я по чуть-чуть, по чуть-чуть, то есть нарастает какая-то тревога. То есть какие-то мысли, навязчивость повторяются все чаще и чаще. Ну, навязчивость – это там помыть несколько раз руки, проверить, закрыла ли дверь. Вот это… А, ну или компульсивное переедание, компульсивное сидение в соцсетях. Это тоже может быть проявлением ОКР. То есть любое действие, которое мы совершаем спонтанно, то есть нас влечет его совершить. То есть этому могут предшествовать навязчивые мысли, либо же эти мысли могут не осознаваться. Но, в принципе, цикл такой в ОКР. То есть появляется некая навязчивая мысль, растет психологический дискомфорт, может осознаваться как тревога, как давление, то есть в любом случае давление – аффект. Вот. И дальше свершается компульсивное действие как бы для того, чтобы защититься от этих мыслей. То есть вообще-то компульсивные действия, они как раз иллюзорно, на субъективном уровне, но они как бы человека оберегают от этих мыслей. То есть человек делает что-то… Чтобы снизить эту тревогу. Чтобы снизить тревогу и чтобы перестать думать эти мысли. И часто это, да, это могут быть какие-то ритуалы. Ну да, всем известно, я там мытью рук, там протирание ручек, там три раза щелкнуть выключателем, но бывают ритуалы… То есть ритуал может быть вообще любой. И, кстати говоря, религиозные ритуалы тоже отлично влажатся в этот контекст. То есть могут с одной стороны стать копинговой стратегией, то есть, ну, стратегией сдерживания. Ну, например, одолевает – иди помолись. И это может работать как противодействие тревоге, но это может работать и на усиление расстройства. То есть когда человек испытывает компульсивную потребность помолиться. Получается так, что… Без этого начинается паника. Получается так, что человек обращается к священнику с тем, что ему приходят эти навязчивые мысли с вопросом, что мне делать, да. Священник ему говорит, ну, давай помолись побольше, почаще. И человек начинает усиливать свою молитву, которая как по спирали раскручивает вот это самое… Ну, а потому что если… Тут пропущена важная фаза. Так. И поскольку она пропущена, все действительно по спирали, потому что дальше вот… ОКР – это цикл, то есть свершается компульсивное действие, потом человек спохватывается, чувствует вину, чувствует страх перед повторением навязчивых мыслей, и это его приводит… Начинается новая цикл. В начало. Да. То есть как только он начинает этих навязчивых мыслей бояться, тут-то они и появляются. Это известно, не думайте о белой обезьяне. С чего стоило бы начать священнику? С чего начинает, например, психотерапевт, который работает в когнитивно-поведенческом подходе? Возможно, другие подходы, возможно, мы о них тоже поговорим, если будет интересно. Я, кстати, скажу, что чаще всего я не слышал другого. Священники, в общем-то, действительно советуют, рекомендуют не обращать внимания, игнорировать как-то. То есть, в принципе, тоже не говорят чего-то, что ухудшает ситуацию. Просто очень часто люди понимают это самое, не обращать внимания, как подавлять. То есть стараться не думать эти мысли, прилагать усилия, направлять свое внимание на эти мысли, чтобы их не думать. Ну и тем самым подпитывая эту порочную зависимость. Хорошо. А как правильно? Для того, чтобы их не думать. Надо человеку для начала сказать, что это действительно не твое, это не твои мысли. Это то, что с собой происходит. То есть воспринимай это как что-то постороннее от себя. То есть с этим не надо бороться, этому не надо поддаваться. Но это как, я не знаю, там какая-нибудь маленькая собачка, которая там привязалась и лает. И относиться к этому, да, как к этой маленькой собачке там, это не опасно, если на это не обращать внимания. Здесь такое возникает, что вот, например, вспоминаю ту самую девушку. Если это не мое, то чье? Ну, допустим, это там какие-то бесовские мысли, да, приходят. А чье это он ко мне, этот рогатый, привязался? То есть я, наверное, такая грешница, что вот он ко мне подходит. Другим не подходит и ко мне подходит. Значит, он рядом со мной ближе и отсюда пошло опять вот это вот. Ну да. Не, ну, я думаю, священник в этой ситуации может успокоить такого тревожного человека, что вообще-то ко всем подходит, просто все по-разному реагируют. Но, естественно, есть предрасположенность. То есть УКР начинается не у всех. И понятно, что любой человек может попасть в тревожное состояние, но эти там тревожные расстройства, они разные. То есть для этого нужна, там, что может быть предрасположенностью? Ну, соответствующий тип нервной системы. Такой подвижной, быстро истощаемой, быстро утомляемой. Вот откуда там мнительность, нерешительность обычно у таких людей. Неуверенность в себе. Ну, а если это еще на эту почву попадет травматичное воспитание, в котором там вырастили там невротическое чувство вины, подпитали эту тревогу, то попадая в религиозный контекст, такой человек, конечно, из всего многообразия того, что может предложить религия, выбирает как раз невротизирующие вот эти вот воздействия. Что если там бесы, то привязались именно ко мне. А почему ко мне? Потому что я самая плохая. То есть у других же такого нет, а у меня есть. Значит, со мной что-то не так. Ну, а дальше, чтобы что-то противопоставить этому циклу, сказать, что да, вот такая вот особенность. Что в этом нет греха, в этом нет вины. Есть определенные особенности нервной системы и работы мозга. Я к тому, что не придавать значения или как бы не игнорировать эти мысли, относиться к ним как, допустим, к привязавшейся собачке, которая лает, да, но не кусает, он просто лает, тявкает и все. Довольно сложно. Именно потому, что даже если и игнорируешь, пытаешься как бы, да, игнорирует и не придавая значения, все равно приходят мысли, что а что это он ко мне привязался. Либо эти мысли настолько ужасные, настолько страшные, что человек просто не может этого игнорировать. Просто страшно. Они прям реально богохульные. Нет, они реально богохульные, но если он будет понимать, что это не он думает, такие богохульные мысли, ну, есть сейчас технические приемы, как с этим справляться. Ну, давайте про них. Ну, например, эту мысль можно записать. Ну, то есть в любом случае вербализация помогает. Вербализация – это часть отреаги. Даже если она очень-очень хульная? Даже если она очень-очень хульная. То есть записать на бумажке. Бумажку уничтожить любым удобным способом. Потом? Нет, вот записать и сразу уничтожить. Сразу. Там порвать, в унитаз спустить, там испепелить, там… После чего 15-20 минут заняться чем-то, требующим предельной концентрации внимания зрительного, но не очень загружающего, так сказать, мыслительного процесса. В классическом эксперименте это был такой большой эксперимент, там более чем на 5000 респондентов с абсцессивным компульсивным расстройством. И в этом эксперименте использовалась игра в Тетрис. Ну, такая вот тупая игра, в общем, но требующая быстрой реакции, очень загружающее как раз зрительное внимание. То есть люди записывали свои навязчивые мысли, уничтожали бумажку, 15 минут играли в Тетрис, занимались этим два месяца. После чего у экспериментальной группы, у 60% абсцессивно-компульсивное расстройство прошло, без заполнительной терапии. Получается так, что каждый раз, когда приходит какая-нибудь мысль такая в голову, ее нужно записывать и вот проделать эту операцию. А если они... Нет, если она не уходит просто вот в формате, что я на нее не обращаю внимания, я продолжаю заниматься своими делами, я продолжаю думать другие мысли. Или я просто вот беру и сосредотачиваю свое внимание. Понимаете, тут что мы можем противопоставить тревоге? Это контролируемое внимание. Но для этого надо уметь управлять своим вниманием, поэтому тут тоже надо тренироваться. Эти мысли просто отпускать. То есть те мысли, с которыми легко справиться, как-то не обращать внимания, их можно игнорировать. А если какая-то засела в голову и сидит, то взять ее, написать на бумажку и на 15 минут заняться игрой в Тетрис, условно говоря. Ну да, или там вышиванием крестиком, выпиливанием лобзиком. А почему? Считать ворон за окном, если их там много. Или облака, да. А почему? Что в этом? Какой смысл? Почему это помогает? Смысл исключительно нейрофизиологический. Когда мы концентрируем внимание на чем-то, то есть происходит прерывание этой нервной связи. Ну, то есть абсцессивно-компульсивное расстройство – это сбой работы мозга. То есть сбой связи между неокортексом, ядрами ганглия, ну, то есть между разными мозговыми структурами. И мы просто перезагружаем корову больших полушарий таким образом. То есть точно так же, как мы и перезагрузили компьютер. Компьютер. Да. То есть для этого нам надо на чем-то вот собрать внимание. А вот записать эту мысль может получиться довольно проблематично, потому что человеку она страшна даже просто вот, когда она ему мелькает в голове, а взять ручку, листочек и все это изложить на бумаге – это же стресс. Ну, значит, надо работать с этими страхами. Ему страшна не мысль, ему страшны возможные последствия этой мысли. А поподробнее? Ну, почему эта мысль страшна? Потому что есть осознание, что богохольство – это грех. За этот грех человек будет отвергнут Богом, ввергнут Геену Огнену. То есть за этим стоит, в общем, достаточно большой страх. Разбираться надо уже с этим страхом. А как разбираться? Ну, правда, человек может воспринимать это как грех. Это страшная вещь. Пусть даже, допустим, это мысли… Допустим, я про себя скажу. У меня таких нет, слава Богу. Ну, допустим. Я понимаю, что это не мои. Но мне в голову эта дрянь приходит. То есть я настолько испорченный человек. И, конечно же, гореть не в аду за такие страшные помыслы. Я этого боюсь. А как не бояться? Нет, ну вот, так сказать, смотри, пункт первый. Что это мысли, которые воспринимаются как чужие, как инородные. То есть это не мои мысли. Что да, интерпретируя это в аскетической парадигме, да, такое вот бесовское внушение. Собственно говоря, вот то, как это объясняется в аскетике, оно очень терапевтично вообще-то. Что есть прелоги. Прелоги это не наши. Прелоги это не грех. То есть есть границы между прелогом и помыслом. Если мы начали думать, это уже помыслы. Ну и помыслы это, да, это первый шаг в сторону греха. Но это еще не грех. Ну, прелог это та мысль, которая вот мелькнула в голове, она откуда-то. Она просто в голове много чего мелькает. И если я обратил на нее внимание, вот он прелог. А дальше уже я обратил на это внимание, но подумал, боже, что мне в голову пришло. Я это отверг. Нет, но прелоги могут быть тоже упорные же. Это же что-то мелькнуло в сознании. Как правило, мы это вообще не фиксируем. Ну, если я обратил внимание, если я поймал себя на этом, если мне эта мысль приятная, я начинаю ей услаждаться, то это уже начинается грех. Внутренний. Я еще пока не сделал, но... Нет, но если услаждаться, это уже даже не помысл, а это уже сосложение. Это уже, да, это уже дальше, да. Поэтому, нет, прелоги это в любом случае мысль, которую мы зафиксировали. Потому что если мы не зафиксировали, то нет никакого прелогости. Да, если я на нее обратил внимание, вот он прелог. Да. Поэтому, ну, а собственно говоря, дальше понимание такого, что так бывает, да, что это такое внешнее нападение, что в прелогах мы не виноваты, что чтобы противостоять помыслам, надо не думать, что ужас, какой я грешный, какие мне там помыслы приходят, а понимать, что я, моя воля, мое сознание противостоит этому помыслу. То есть я не собираюсь делать то, к чему он меня толкает. Что касается богохульства, как ужасного греха и так далее, открываем Евангелие на том самом месте, где Христос говорит, что Хула на Сына Человеческого простится и только на Духа Святого не простится. И объясняем, что, в общем, в этом контексте, да, под Хулой-то имелось в виду сознательное, в общем-то, Хула, например, сознательное непризнание, там, пристал Сыном Божием, или там сознательное, там, обвинение его, там, ну, то есть те обвинения, которые у него там были. Ну, что он обманщик, там, еще что-то. Да, что он обманщик, да, что он преступник и так далее. То есть и даже это он заранее прощает. И мы не можем от имени Бога человеку сказать, нет, в общем, это ни в каком случае, это не грех. То есть, ну, бывает грех, бывает не грех. Но это точно, то есть то, что происходит непроизвольно, грехом быть не может. Общаясь с людьми, которые страдают этим недугом, я замечаю, что, вот, я проговорю какие-то вещи, да, объясню, человек вроде бы расслабился, вроде бы выдохнул. Все вроде бы полегче стало. Но потом это состояние возвращается с новой силой, и он опять приходит за новой порцией утешения, за новым каким-то успокоением, чтобы я подтвердил, что даже вот эти мысли и вот эти, ничего страшного на самом деле. И как будто бы он ждет от меня, этот человек, что я именно скажу от имени Бога, что нет, нет, все нормально. Человек может сам себе как-то здесь помочь? Ну, человек может для начала осознать, что если действительно приходят навязчивые мысли, которые воспринимаются как чужие, как чуждые, как неприятные, как тревожные или страшные, то есть вероятность, что это именно обсессивно-компульсивные расстройства, заниматься надо его лечением. То есть не сдерживанием, а лечением. Потому что, ну, понятно, что оно бывает разной степени тяжести, в каких-то случаях можно справиться, там, месяца с полтора-два, в каких-то случаях требуется, там, может быть, год терапии, редко дольше. Ну, только если сочетается с другими расстройствами тревожно-депрессивного или тревожно-фобического спектра, но часто ОКР является частью большого комплекса проблем. Но заподозрив, что это может быть обсессивно-компульсивное расстройство, надо просто идти к психиатру или к психотерапевту и заниматься лечением. То есть лечение – это, то есть не помогает разок проговорить, потом, там, через какое-то время, может, через месяц еще проговорить. Человек может все понимать, но эта проблема, она связана не только с сознанием. То есть какие, в принципе, есть методы вообще? Что делают с ОКР в психотерапии? То есть, ну, психофармкология, понятно, там, дают антидепрессанты, противотопрессивные препараты. Таблеточки, да, да, да. Но я считаю, что в случаях легкой и средней степени тяжести можно без таблеточек обойтись. В случаях очень тяжелых, когда это, там, вот эти мысли идут, там, постоянным таким набатом, таким тревожным фоном, или когда они подталкивают к компульсивным действиям, которые, там, ну, потенциально опасны, там, для здоровья своего или окружающего. Скидокружающих. Здесь, конечно, рекомендую начать с таблеточек. И не бояться их, потому что это означает очень серьезный сбой именно функционирования нервной системы. На физиологическом просто. Да, это физиология и просто ресурсы человеку. Очень много ресурсов уходит на сдерживание, а для психотерапии нужны ресурсы. Человеку просто не останется ресурсов на терапию. Да. А так, что можно делать? Ну, для начала делать все, что помогает снизить тревогу, то есть общий тревожный фон. Вот мне в этом плане нравятся методы селесно-ориентированной психотерапии, потому что, да, традиционно для лечения обсессивно-компульсивного расстройства используются когнитивно-поведенческие подходы. Когнитивно-поведенческие, да. Он даже научно доказан. Он научно доказан, это доказательная медицина, да, в общем. Но тревога у нас очень сильно прописана на психосоматическом уровне. И через тело с ней работать просто быстрее. Поэтому дыхательные упражнения. Ну, самое простое. Спокойный глубокий вдох через нос и медленный-медленный выдох. То есть выдох за медлением. Чтобы сориентироваться хорошо, когда выдох 8 раз длиннее вдох. Ну, то есть вдыхаем на раз и, там выдыхаем, считаем до 8. Или, то есть, у меня просто такое ощущение. Я проводила тут несколько там вебинаров по эмоционально-устойчивости. Время сейчас такое. У меня такое это дежавю, как будто я повторяю всегда одно и то же. Наверное, сейчас в связи с ковидом вот эти тревожные расстройства, они как-то усилились и актуализировались. В этом году очень актуализировались, в общем, в разных формах. И в форме навязчивости, и в форме эпохондрии, да. В общем, поэтому приходится. Или задержка дыхания. Ну, тоже такой традиционный способ там дыхания. То есть есть на 4 счета там дыхание по квадрату. То есть считаем до 4 вдох. Там 4. Задержка дыхания на вдохе. До 4 выдох. До 4 задержка дыхания на выдохе. Есть вариант из 3 частей, то есть на выдохе без задержки дыхания сразу вдох. И то, и другое помогает. Но и то, и другое помогает не сразу. То есть если первый способ дыхания, он снимает тревогу быстро. Ну, то есть 2-3 минуты там максимум 5 так подышали. И все, уже можно жить. Даже, ну, причем независимо от генеза этой тревоги. Даже начинающаяся паническая атака может быть таким образом превращена. То вот дыхание по квадрату, оно имеет накопительный эффект. То есть его надо делать каждый день. Особенно там какие-то тяжелые периоды или в периоды обострения вот таких вот неприятных симптомов. Можно 2 раза в день, можно несколько раз в день. И он занимает 5 минут. Еще на расслабление там тоже упражнение? Да, упражнение, да, на расслабление. Но поскольку человек в состоянии тревоги расслабиться не может. Просто вот я волевым усилием, он трудно расслабиться, потому что его тело работает против него. Потому что выбрасывается адреналин. Он же готовится дать отпор в состоянии физиологического стресса. Поэтому он напряжен. Поэтому надо расслабляться через напряжение. То есть по очереди разные группы мышц. То есть сначала напрягаем, держим, сильно потом. Ну как, отпускаем. То есть вот расслабляем, просто позволяем, например, руке упасть там. Напрягаем ногу, позволяем ноге упасть. И ловим вот этот контраст между напряжением и расслаблением. Это упражнение, которое тоже, ну в принципе оно полезно всем. Но особенно оно полезно людям с повышенным вот холом тревоги. То есть и вот эта вот база, это фундамент. Точно так же, как фундаментом при лечении ОКР является нормализовать сон и какие-то ежедневные рутины. Вот, кстати говоря, всякие рутины. Размеренная жизнь. Там вставать, ложиться в одно и то же время. Завтракать в одно и то же время. Если мы говорим, опять же, возвращаясь в наш с вами религиозный контекст, там утренние и вечерние правила. То есть какие-то вот ритуалы, с которыми связан день, они помогают снизить уровень тревоги. В этом плане они могут быть полезны. Давайте чуть-чуть поподробнее про то, вот как все-таки пошагово справляться. Вот за что, с чего начинать. Вот вы только что сказали, что вот эта рутина, которую уже, ну можно не думать, зная, что у вас только там подъем, утренние правила, там завтрак, работа. То есть, когда все нормализовано, вот по определенному шаблону идет, оно как-то проще. Так и здесь тоже, может быть, какой-то вот такой шаблончик сделать поподробнее. Как все-таки вот с этой тревожностью, с обсессивно-компульсивной расстройством справляться? Нет, ну просто отмечу, что вообще-то, да, обсессивно-компульсивное расстройство, там его терапия требует отдельного внимания. То есть, вот размеренная жизнь, там нормальный сон, достаточное количество физической активности, кстати, это важно для снижения тревоги, потому что как раз вот сжечь лишний адреналин. Пойти в спортзал позаниматься? В спортзал, там бегать, да просто ходить, даже по улице гулять. Физические нагрузки? Да, физические нагрузки, но не запредельные, а, ну потому что это тоже, кстати, может быть компульсивным поведением. Да, есть люди, которые, начиная ходить в зал, превращают это уже в свою навязчивость, то есть, без этого не могут, или начинают бегать, там, подсаживаются на это. В принципе, компульсивное поведение может стать вообще все, что угодно. Все, что угодно. Да, и маркер тут только один, то есть, если вы испытываете тревогу, не делая этого, значит, есть повод насторожиться. А дальше, вот как с этим справляться? Ну, для начала, то есть, как бы, ну, я просто расскажу вот шаги, как с этим справляются, но в той же когнитивно-поведенческой терапии, в принципе. Да, это важно, потому что не все пойдут к психологу, не все пойдут к психотерапевту, не все пойдут к психиатру, тем более. Для многих это вообще страшная вещь, пойти к тому же к психологу или к психотерапевту. Ну, я думаю, вот мы сейчас обсудим, да, что предложил бы в данном случае психотерапевт. Для кого-то это, может быть, будет полезно в качестве самопомощи, а для кого-то будет не так страшно к этому психотерапевту идти. Не могу сказать за всех священников, но священник, он что предлагает? Он предлагает не обращать внимания, игнорировать, не принимать это близко к сердцу, что это просто искушение, это не твое, это не твои мысли, да, ну и побольше помолиться. То есть, это лежит в области, так сказать, умозрительной. То, что вы сейчас только говорили, это уже про напряжение, расслабление, про физические нагрузки, про дыхание, то есть, это уже вообще про телесное ориентированное, да, то есть, это совсем не духовные практики, как бы, да, это занятие тем же спортом, но зарядкой. Это человек же у нас, это единство тела, души и духа, и как учили нас святые отцы, если на уровне телесном непорядок, в общем-то, разбираться с духовными проблемами, не решив душевные плотские, в общем-то, бесполезно. Можно также напомнить сам факт того, что Бог вообще-то воплотился. Да, вычеловечился. Да, да, да. Поэтому, достаточнимым отцам я бы порекомендовала не забывать, в общем, телесность, как важная предпосылка к здоровой духовной жизни. Разве вы не знаете, что тела ваши, суть храмы Духа Святого? Да, конечно. Так об этих храмах тоже надо заботиться, использовать их ресурсы, они многие вещи подсказывают. Да, ну, продолжим. Итак, как справляться? Ну, для начала, нужно локализовать вот эту область тревоги или страхи, которые за этим стоят. Что значит локализовать? Ну, для начала, создать максимально полный обзор, так сказать, записать все навязчивые мысли, которые человека мучают, и проанализировать, действительно, а чего он боится в связи с этим. Ну, например, если это хульные помыслы, да, то, соответственно, вот продолжение. Ну, это, если с когнитивно-полнинической терапией, то есть это можно дневник этой тревожности, да, вести, там, записать все, что с тобой происходит в течение дня, там, двух-трех недель, там, в плане, когда какие мысли возникли, сколько это вообще длилось. Есть вывод про это? Ну, можно в формате дневника, можно не так скрупулезно, потому что, ну, человек с обсессивным компульсивным расстройством, вообще-то, там, особенно в начале терапии, рискованно предлагать какую-то, какую-то практику, которая может стать компульсивным ритуалом. Поэтому просто на сеансе психотерапии, там, вспоминают эти мысли, записывают их, там, сверяют, там, реестр полный, реестр неполный, там, если что-то еще, ну, чтобы было потом, это остается у терапевта вообще. Про записывание мысли, это, опять же, страшно, там мысли всякие бывают. Ничего не бояться? Писать, как есть? Нет, ничего не бояться. Прямо теми же словами? Ничего не бояться писать, как есть, если есть внутреннее препятствие, там, против написания тех или иных слов, ну, там, что они могут быть и несензурные, человек, например, там, для него недопустимо, так сказать, в устной или письменной форме такое, в общем, говорить. А он может для слов, которые ему тяжелые, придумать какое-то сокращение, значок, там, да, но важно избавиться от этого материала. Избавиться, ну, смотрите, вы предлагаете не избавиться с точки зрения слушателей, как я предполагаю, а, наоборот, сконцентрироваться на этом. Нет, не сконцентрироваться, а зафиксировать, это первый шаг к избавлению. Что мы с этим делаем дальше? То есть, вот мы записали, мы смотрим, какие за этим стоят страхи. Дальше мы смотрим, а какое же, собственно говоря, вот это вот охранительное или избегающее поведение человек использует для того, чтобы с этим справиться. Так, 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 ну-ка, ну-ка, поподробнее. Ну, потому что это тяжело, это неприятно, это дискомфортно, человек с этим что-то делает. Ну, например, там, старается не думать эти мысли, или там, старается отвлечься, или старается пойти побольше помолиться, как батюшку посоветовал. Или, ну, и, соответственно, мы анализируем стратегии, как он с этим справляется, и что работает, что не работает. То есть, ревизия такая методов. А дальше, чтобы человек сам осознал, что вот такой-то метод не работает, например, там, тревога не уменьшается, или там тревога усиливается, или там хулиных помыслов еще больше, ну, или там других навязчивых мыслей, я бы тут не разделяла. То есть, мысль о собственной там невероятной греховности, что все бесполезно, безнадежно, в общем, как это, в общем, все равно в ад. Ну, это настоящее смирение. Нет, но если это приводит к тому, что брошу я эту вашу церковь во все тяжкие, потому что нет мне спасения, а такое я плохой, и такие бывают помыслы, сами вы знаете. Да, да, да. Поэтому, независимо от содержания, да, если методы, которые человек, там, интуитивные, или там по совету, там, священник, или еще по какому-то совету, там, или в книжке вычитал, там, в интернете нашел, помогают, оставляем. Если какой-то метод не помогает, маркируем его как неэффективный вместе с человеком. И начинаем подбирать альтернативный способ поведения. Тот может двигаться в двух направлениях. Первое направление – это рационализация и работа с когнитивными искажениями. Потому что вообще в основе обсессии, вот этих навязчивых мыслей, лежит когнитивное искажение. Тут много терминов, нас могут не понять. Рационализация, я понимаю, поясните для слушателей. Ну, вообще, рационализация, по сути, является одной из психологических защит. Но это вторичная психологическая защита. Мы можем контролировать, мы можем включать и выключать по собственной воле. И в данном случае имеется в виду, что когда мы что-то рационализируем, мы пытаемся опираться на логику, на наше рациональное начало, чтобы противопоставить его эмоциям, которые неадекватны в данном случае. И поэтому начинаем разбираться, то есть какое там когнитивное искажение – это когда мы что-то воспринимаем и уверены, что это так, а это наша, например, иллюзия, или это наша ложная установка, или это гипертрофированное восприятие чего-то, что нас пугает. Сработал триггер, и нам страшно, хотя опасности нет. Поэтому методично, да, с терапевтом человек выявляет вот такие вот ложные убеждения, ложные установки, ложное восприятие и исправляет их. То есть как бы учится, учит свой мозг работать по-другому. Это можно делать на уровне, ну скажем так, тренировки, скажем так, правильных, ну в том смысле таких конструктивных, помогающих реакций. Но тут на нашем пути может оказаться как раз тот самый страх. Ну потому что может быть просто тревога. Что такое тревога? Тревога – это отличается от страха тем, что она ни о чем. То есть мы просто чувствуем опасность, которая неизвестного источника, которая неизвестна, когда случится. Либо же преувеличиваем какие-то опасности, которые там могут быть. Ну например, там человек услышал, что там в компании не очень хорошее финансовое положение. И начинает переживать, что меня уволят, меня сократят. Я вот очень много с этим работаю в последнее время. Ну понятно сейчас. Многим трудно в компании. А страх это конкретно направо? Да, у страха есть… Страх можно сформулировать. То есть иногда человек… Это настолько страшно, что человек вытесняет и не формулирует. Но в принципе, если это страх, его можно вытащить. То есть человек боится чего? Ну это отдельная большая тема, в общем, страхи. Но что со страхами можно делать? Ну, в когнитивно-поведенческой терапии предлагается трансформировать переживаемые эмоции. То есть привыкнуть к страху. Есть методы, которые позволяют, так сказать, переживать дозированный этот страх. Ну чтобы как-то отработать там свою… Ну вообще страх – это же полезная штука вообще. Если человека вообще убрать, у него страх, он же будет совершенно бесстрашный. Он может погибнуть. Это плохо закончится для него прежде всего. Поэтому страх – это хорошая вещь. Но тут она просто выходит из-под контроля, слишком большая. И человек боится там всего на свете. Она ему мешает жить. Да, страх – хорошая вещь, когда он является реакцией на актуальную ситуацию. То есть, ну собственно, в чем его биологический смысл и заключается. То есть опасность, и мы не обдумываем, то есть нам не надо выстраивать логическую цепочку, принимать решения. Мы реагируем инстинктивно. Там падает кирпич на голову, мы его засекли краем глаза и отпрыгнули. Да, сердце колодится, адреналин, в общем. Это чувство, эмоция возникла раз, и человек на этом эмоции быстро, не думая, сделал и спас. Да, страх нам нужен для того, чтобы активизировать реакцию бегства в стрессовой ситуации опасной. Выкидывается адреналин, мышцы, отсюда вот это напряжение в теле. Отсюда напряжение, да. А поэтому, но, когда мы имеем дело со страхами, которые укоренились, которые не имеют отношения к актуальной ситуации, которые не являются полезной реакцией, которые отравляют жизнь и психическое здоровье, вот здесь, с этими страхами надо, или которые уже превратились в невроз, фобические, например, с этими страхами надо расправляться. И в когнитивно-поведенческом подходе предлагается, ну, либо выстроить там иерархию страхов, то есть, ну, от минимального до максимального, и представлять себя в этой ситуации. Иногда реально, если можно, поместиться в эту ситуацию реально, например, человек боится высоты, его там в активном подходе, нет, сначала вывести на балкон первого этажа, там все равно может быть страшно. Но это контролируемый, это страх, который он еще контролирует. Ну, и так вот постепенно-постепенно, если это страх, который невозможно воплотить в реальной жизни, ну, потому что бывают простые страхи, то есть, когда вот есть какой-то конкретный объект, там пауки, высота, там что-то еще, есть там социальные страхи, там, например, боязнь осуждения, там, оценки, там, чувство собственной, там, какой-то нелепости, неумертости. Для кого-то это страшнее пауков. Да, это, в общем, социальная фобия, да. А есть религиозные страхи, ну, например, действительно суд божий, в общем. Получается так, что человек пребывает… Мы же не можем имитировать божий суд. Если разделить всю эту проблему как бы так, на ингредиенты, на составные части, получается так, что у человека есть тревога, она направлена куда угодно на все подряд, она не актуальна вот в текущей ситуации. Она является именно психическим расстройством, то есть она не помогает предотвращать никакие опасности, наоборот, она создает эти опасности самим фактом. Мешает человеку просто жить. Мешает человеку жить. И проявляет она себя в различных формах, в том числе обсессивно-компульсивные, то есть это и мысли, и действия какие-то навязчивые. Мысли возникают, действия для того, чтобы как-то справиться, как-то это решить. И вот человек ходит по кругу, но здесь важно понять, как мне кажется, что вот именно мысли и действия – это вторичные. То есть на самом деле за всем этим лежит вот эта самая тревога. Да, первичная, конечно же, тревога. Которая у человека в течение дня, она может вырастать, потом снижаться, она живет, может быть, как-то своей жизнью, может быть, из-за чего-то вдруг возникнуть, ну, триггер какой-то сработал, у человека – хоп, эта тревога выросла. Или просто так, сама по себе. Ну, бывает и сама по себе, потому что тревога бывает связана с совершенно внутренними такими эндогенными причинами. Ну, изменился уровень серотонина, там, тревога понизилась. В общем, выспался человек, тревога понизилась. Потому что, вот напоминаю, что когда мы говорим о тревожном расстройстве, здесь задействован мозг, здесь задействована нервная система, здесь задействованы тела. И чисто физические причины могут помочь снизить уровень тревоги. Человек может даже ничего специально для этого не делать. Ну, например, там, не высыпался, не высыпался, там, потом взял и выспался разок-другой, третий подряд. Допустим, нас сейчас с вами смотрят люди с высокой тревожностью. И если мы им говорим, что это вот тревожное расстройство, что нужно обращаться к психологу или к психотерапевту, или даже к психиатру, то у человека тревога может усилиться. Ну, тогда повторим для наших слушателей еще раз, что даже если это тревожное расстройство в психиатрическом смысле. Ну, во-первых, тревожное расстройство бывает разной степени тяжести. И напоминаю, что с легкой и средней степенью можно справиться... Без таблеток. Во многих очень случаях без таблеток, да. Но и в таблетках нет ничего страшного, потому что они помогают просто вытащить себя, ну, при тяжелом, например, расстройстве, из очень такого энергозатратного момента, когда очень много наших психических сил уходит на то, чтобы, во-первых, сдерживать эту тревогу, то есть не давать ей окончательно нас захватить, поработить, а во-вторых, не давать своему мозгу ее осознать, потому что если ее осознать, становится невозможно жить. На это уходят все силы человека, и поэтому, да, таблетки решают, но таблетки человек попьет на несколько месяцев. Вы сейчас такую фразу сказали прям замечательно – поработить. И мне сразу так откликнулась фраза из Евангелия, что про рабы греха, то есть получается так, что вот если человек становится рабом этой тревоги, то он уже не такой свободный, к чему, собственно, призван Богом. И получается, правильно ли будет сказать, что придя к психологу или психотерапевту, человек, проработая с ним какое-то время, может снизить свою тревогу, перестать быть ее рабом и в каком-то смысле освободиться, по крайней мере, от этого. Да, и перестать ходить по этому замкнутому кругу и наконец-то начать двигаться там дальше и выше. Без причастия? А почему без причастия? Ну, то есть я просто предвижу… Знаете, Андрей, мне смешивало вот эти вот две реальности. Есть реальность духовная, есть реальность психологическая. Да, да. Я просто предвижу комментарии, которые будут под этим роликом. Нам обязательно скажут, что есть причастие – это лучшее лекарство. Врач, душ и телес – это наш Господь Иисус Христос. А что вы к психологу пойдете? Читайте Святых Отцов молитв, акафисты. Прещайтесь, спаситесь, все будет хорошо. Знаете, вообще-то я нередко… Вот меня спрашивали, часто ли я работаю с ОКР. Вот я говорю, не часто, но регулярно, потому что оно у нас… Ну, в любом случае, если мы говорим о нашей русско-православной церкви, наверное, распространенности второй после депрессии, в общем, среди серьезных неврозов, скажем так, с которыми обращаются. В рамках нашей русско-православной церкви? Ну, то есть очень распространенно. И люди часто не могут причащаться, потому что не могут исповедоваться, потому что им страшно исповедоваться. Не могут исповедоваться, не могут причащаться. Не причащаются, им страшно, что погибнут. Я сталкивался с этим. И это может продолжаться годами, приводя человека вообще на грани уже практически психоза религиозного. Когда нужно будет уже там психиатра, и там уже длительное лечение. То есть человек может себя довести реально до стационара, в общем-то, или до суицидальной попытки от отчаяния. Но что касается самой этой идеи, что причастие – это волшебная таблетка, которая лечит от всех болезней. Нет, причастие – не волшебная таблетка. Христос, конечно, да, врач души-телес, но никому он не обещал, что эту земную жизнь мы проживем без скорби и без болезней. И точно так же, как человек, страдающий соматическим заболеванием, ну там язвы, например, или там какие-нибудь там почечные, печеночные проблемы, он же не выдвигает такую альтернативу, что или… Я пойду к врачу в полицейский. …то зачем мне гастроэнтерологу, например, там, если есть причастие, или там зачем мне к эндокринологу с диабетом, например, если есть причастие. Да-да-да-да-да. Да, а люди так не рассославляли… Нет, ну есть, конечно, отдельные такие экстремалы, которые рассуждают именно так. В общем… Не без этого. Не без этого. Ну, собственно говоря, как это истории известны люди, которые, например, даже умерли, отстаивая вот эту свою концепцию, что они только вот молитвами и таинствами лечатся. Ну, вот, например, небезызвестный Серафим Роуз там умер, это перитонита, именно потому что вот у него была такая концепция. А мог бы еще пожить, 49 лет, между прочим, умер. Ну, вообще, Господь-то нам помогает через людей, ведь. Да, и есть святые врачи, в общем. Да. Вспоминаем, да, и Пантелеимон, Селители, Косьмой Дамиана, да, собственно говоря, требовать от Бога, чтобы Он исцелял нас через причастие от всех болезней, это требует чуда. Но на что, опять же, в Евангелии сказано, да, вот лукавые, прелюбодейные, еще зломения. Да-да-да, хотя все есть, Господь дал, пожалуйста. Да, и потом, чтобы вообще соединиться с Богом в таинстве причастия, ну, для начала надо хотя бы осознать самого себя. А это тревога и невроз, они человеку не дают возможности адекватно осознать самого себя. То есть, где то я, которое встречается с Богом? То есть, вместо него некая подмена. И где тот Бог, с которым встречается человек, если он, например, этого Бога боится? Если на месте Бога у него какой-то злобный надзиратель, например. Ладно, грозный судья, сформулируем прилично. У нас осталось не так много времени. Что еще важно сказать по этой теме? А по этой теме важно сказать, ну, во-первых, чтобы это, да, не выглядело, да, совсем уж реклама психотерапии. Хотя, конечно, да, с вещами такого рода лучше все-таки, да, не доводить дело до тяжелых стадий. И чем раньше начнется лечение, тем меньше оно продлится, и тем, в общем, легче станет жить. Но начать можно как раз с самопомощи вот такой вот на физическом уровне. Ну, то есть, размеренная жизнь, дыхательные упражнения, записывать и уничтожать, переключать внимание. И вообще, как можно больше дел, требующих концентрацию внимания при не очень сильной интеллектуальной нагрузке. Ну, не знаю, там, решать в уме какие-нибудь, там, интегральные уравнения, там, для тех, для кого это не рутина. Учить стихи? Нет, учить стихи, ну, или вспоминать какие-то стихи, там. Ну, какие-то хобби, требующие кропотливости, такой скрупулезности. Какие-то, ну, кстати говоря, если интеллектуальная нагрузка, то, например, однообразная интеллектуальная нагрузка тоже подходит учить язык иностранный, например. Ну, в тревожном состоянии плохо запоминается, конечно, например, там, начать запоминать слова, там, начать запоминать какие-то конструкции. Ну, потому что все равно мы включаем произвольную память, для этого мы направляем свое внимание на что-то. В принципе, внимание – это вообще единственное, чем мы в своей психике можем осознанно управлять. И вы еще не упомянули умеренные физические нагрузки. Нет, умеренные физические нагрузки, дыхательные упражнения, релаксационные упражнения. А то, что сейчас модно называть практиками осознанности, ну, собственно говоря, тем же практикам, в общем, под другими названиями, в общем, там, люди могли научиться и в, ну, не знаю, там, в йоге, в цигуне, там, аутотренинг советское. В то время это называлось. Да, да. Ну, собственно говоря, там, то, что называлось медитация, там, ну, медитация не в религиозном, в таком терапевтическом аспекте. Вот многих, кстати, пугает вот эти вот названия. Вот я именно поэтому говорю, что, собственно, медитация – это состояние, сосредоточенное состояние ума, если там перевести дословно. А, в принципе, если мы говорим о такой технике и практике, то есть это, ну, по сути, такой управляемый транс. То есть вывести свой мозг в состояние такое трансовое, между сном и бодрствованием, состояние естественное для мозга, в котором мы вообще-то проводим изрядную часть нашей жизни. Ну, например, там, ситуация, когда, там, мы что-то делаем такое, там, рутинное, там, посуду моем, и она уже вся помыта, или, там, идешь по знакомому маршруту. И, собственно говоря, вот можно в такое состояние входить специально. И вот в этом состоянии как раз очень удобно отпускать мысли, отпускать чувства. Не бороться с ними, а вот как раз научиться их отпускать, смотреть на них, как там, на облачках, которые там по ним поплывают. На плывущие облака, да. Или на плывущие листики по реке. Да, да. Да, я тоже этот образ знаю. Таким образом, получается, что вообще вот эта проблема, подводя итог, вот эта проблема обсессивно-компульсивного расстройства, это тревожное расстройство, возникает не у всех, но если там много-много факторов как-то там бывает, которые способствуют тому, что у человека может оно сложиться, развиться, и проявляется в навязчивых мыслях и навязчивых действиях, которые, как бы, снижают эту тревожность. Ну, точнее, может быть, только мысли, или могут быть, там, только действия. Или только действия, да. Ну, осознаваться. Обычно есть это то и то, да. Но человек может не замечать, да. В принципе, ничего катастрофически страшного в этом нет. Это все обратимо, это все лечится. Много всего изучено, наверное, в этом направлении еще двигаются, еще что-то там узнается. Но, в принципе, уже есть научно доказанные методики, которые позволяют, обосновывая все на химическом, физиологическом уровне, биологическом, на психологическом уровне и так далее, и так далее, и так далее, почему нужно делать вот то, 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 почему это возникает, в связи с чем и как с этим бороться. И, в принципе, человек, если у него не сильно выраженное такое расстройство, а слабое, допустим, он может и сам как-то потихонечку, пользуясь какими-то рекомендациями, проблему решить. Если это уже, ну, средние, так сказать, тяжести, то здесь, конечно, лучше бы обратиться к специалисту. То есть, если это тяжелое случилось, то там уже прям и таблеточки попить. Не, ну, и таблеточки до мной, опять же, в этом тоже нет ничего страшного, потому что, действительно, с этим можно справиться, жить спокойно. И еще до слушателей вашего канала мне бы хотелось отдельно добавить, что это не является духовной проблемой. Это является проблемой психической, даже не всегда психологической, а в ряде случаев психофизиологической. Ну, то есть, это просто вот сбой такой в работе нервной системы, да. А это не всегда там причина, там, в травмах или там в страхах. Ну, вот там человек, например, там пережил какой-то сильный страх. То есть, это может вообще без повода начаться у человека. Спасибо за интересную информацию, за замечательную беседу. Будем надеяться, что это поможет нашим зрителям как-то с вопросом разобраться, для себя эти вопросы решить. Здравствуйте. Здравствуйте.